всем привет сегодня видео ролик о том как сделать перепланировку без перепланировки то есть о том как расставить мебель в существующем пространстве но ввиду последних событий мне кажется что это будет очень актуально минимизировать строительные затраты но при этом максимально выжить из планировки возможного и так жека северное сияние двухкомнатная квартира поехали для начала пару слов о самой квартире и о тех заказчиках которые будут здесь проживать эта семья из двух человек мама и ее ребенок ребенок уже достаточно взрослый самостоятельный человек поэтому необходимо две отдельных комнаты для каждого человека плюс есть к этому естественно требуется комната общего пользования то есть кухня гостиная посмотрим что мы имеем на старте и так у нас есть прихожая достаточно большая 7 квадратных метров практически семь с половиной квадратных метров это очень хорошо есть ниша под шкаф это тоже прекрасно есть куда многочисленные вещи спрятать идем дальше есть так называемый просторах где мы можем развернуться совершенно спокойно вдвоем даже если придут гости четвером снимать одежду единственное что нужно добавить какие-то предметы в виде пуфика консоли для удобства проживания в этой квартире дальше здесь же у нас есть гостевой санузел и вот здесь вот на мой взгляд 2 и 4 квадратных метра это слишком мало для того чтобы располагать то что здесь нарисовано особенно маленькая душевая кабина и вы в ней будете мыться как в некой капсуле только непонятно даже как тереться можно но очень тесно но самый большой вопрос вызывает расположение унитаза он слишком близко к душевой кабине то есть фактически вы лбом упираетесь в стеклянную или пластмассовую стену или в шторку в общем это не очень комфортно идем дальше общее пространство здесь есть кухня стол и угловой диван ну куда же без него а значит начну с кухонного гарнитура он естественно стоит вдоль всей стены и особенность его заключается в том что раковина ближе всего к стояку далее идет варочная поверхность и дальше нарисованы холодильник и еще видимо один высокий шкаф под духовку которые расположены максимально близко к окну это плохо потому что они будут давать тень на кухонный гарнитур и это не очень комфортно я сам проживал в такой ситуации это не очень хорошо лучше их тогда поменять местами с раковиной но я вам покажу как расставить мебель совершенно по-другому чтобы было и комфортней и удобней и красивее идем дальше здесь стол он достаточно странный как-то непонятно вроде бы и не около окна стоит и как-то к дивану слишком близко прижался ну то есть так его оставлять тоже нельзя если мы с вами говорим о том что хотим в будущем получить некую красоту комната не очень большая 22 метра и ставить угловой диван на мой взгляд неразумно потому что здесь включается вопрос композиции а именно со масштабности чтобы ваша комната казалось просторной нужно подбирать соответствующие предметы то есть не нужно ставить вот этих вот больших бегемотообразных угловых диванов которые сжирают по сути очень много пространства особенно те которые целиком опускаются на пол фактически без ножек то есть нету вот этого воздушного пространства под диваном короче говоря лучше избегать такой объемной мебели дальше идем ванная комната здесь есть ванна раковина унитаз и стиральная машина я обращаю ваше внимание как эта стиральная машина стоит скромно в уголку и вообще она какого-то скромного размера но во первых я знаю что многие конечно же пользуются небольшими стиральными машинами но с ними всегда связано ряд проблем например она быстрее изнашивается в нее можно меньше белья загрузить и самый большой минус это то что она прыгает и скачет но кто-то возразит скажет что нормально но в целом это происходит примерно так потому что у нее нет достаточной устойчивости ну и самое плохое во всей этой ситуации что стиральная машина на виду а нам надо эту комнату ванную комнату сделать не постирочно помывочной а комнату для релакса понимаете то есть нужно ее освободить от всех вот этих вот некрасивых технократических вещей в виде стиральной машины а плюс к ней будет корзина с бельем химия где-то уборочный инвентарь должен храниться вот поэтому эту ситуацию тоже будем исправлять далее остаются две комнаты спальня ну и условно детская вот все что я вам сейчас рассказал по расстановке мебели говорит о том что рассуждать формате но вы знаете мы сейчас мебель сами расставим в том ключе а что сложного вы знаете действительно ничего сложного нет то есть мебель может расставить действительно каждый вопрос вот в чем будет ли это удобно влезет ли вся мебель которая вам необходимо влезут ли все вещи которые необходимо хранить и будет ли это красиво вот в чем вопрос и когда вы их себе зададите вы поймете что не так-то просто это сделать на самом деле ну а теперь я перехожу к тому варианту который у меня получился и получился он без переноса стен то есть я здесь по сути не делал никакой перепланировки то есть сэкономил деньги заказчиком и теперь мне надо ломать и заново строить единственная поправка это небольшой перенос дверных проемов но это согласитесь не какие-то огромные затраты сдвинуть дверной проем то есть это не ломать стены собственно говоря это не во всех местах пару проемов дверных подвинуть не страшно но если этого не сделать то у нас где-то не влезет мебель где-то не откроется дверь а значит то планировку которую я придумал и не получится обращайте внимание всегда на дверные проемы ну и так что же я сделал значит что касается прихожей я добавил консоль и поставил пуф приходим ставим сумочку на консоль кидаем туда ключи и дальше садимся на пуфик снимаем обувь и в шкаф ставим обувь вешаем одежду то есть все достаточно логично и удобно далее санузел из санузла я убрал душевую кабину ввиду того что она просто-напросто будет неудобно и всеми остальными приборами будет пользоваться неудобно минимальный размер у душевой кабины 80 на 80 сантиметров но фактически это капсула в которой не очень удобно мыться и неудобно пользоваться унитазом поэтому я убрал душевую кабину и сделал здесь вместо нее такой знаете уголок постирочной зоны то есть там стоит стиральная машина если захотите сверху можно сушильную машину поставить остается место под корзину для грязного белья для уборочного инвентаря для химии то есть нашлось место под хранение вот всей вот этой вот технократической штуковины которая визуально не очень красивая остается унитаз и раковина то есть этот санузел будет использоваться как гостевой и как дополнительный для семьи которая здесь проживает то есть кто-то может здесь спокойно совершенно умываться например утром когда к рабочему дню готовимся а кто-то будет умываться в основной ванной конечно я согласен что это минус когда нету душевой кабины плюсом еще к ванной да но в условиях сжатого пространства когда нам его не хватает то есть приходится чем-то жертвовать в данном случае я пожертвовал душевой кабиной но осталась ванна ванной мы можем купаться мы можем принимать душ так что ничего страшного далее значит обратите внимание здесь какая интересная фишка не многие со мной согласятся но тем не менее кто-то возьмет на вооружение кому-то это при пригодится я скрываю стиральную машину но вместо дверей у меня шторка да ну у всех же есть шторки ну или почти у всех квартирах есть шторки они висят на окнах то есть на окна мы совершенно спокойно соглашаемся а вот в другие места неохотно вешаем шторки считаем что это как-то не совсем приемлемо я так не думаю поэтому предлагаю рассмотреть такой вариант во первых когда мы их открываем перед нами полностью ниша полезная да то есть открыто стиральная машина открыта часть где химия стоит там корзина с бельем а дверки если мы делаем сдвижные то одна часть будет все время закрыта да ну вот когда вот вот такие перегородочки которые одна в другую типа шкаф-купе а если мы делаем дверцы распашные то есть риск что в этом пространстве дверца просто упрется в унитаз ну и потом шторки дешевле особенно в нынешних условиях это очень важно я считаю дверки делать это на заказ это петли это сама вот эта деревяшка там или дсп или что там будет а шторы это просто карниз и это просто тряпочка симпатичная любая там в цвет плитки чтобы быть незаметно по моему очень хорошее решение далее эту санузел если мы говорим о процессе удешевления дата мы можем вообще плиткой даже не выкладывать мы можем стены просто покрасить это тоже хороший вариант краска есть влагостойкая и это будет гораздо дешевле и быстрее чем делать плитку но сами посудите и плиточному мастеру нужно денег заплатить окраской собственно вы и сами можете покрасить ну или маляра какого-то найти идем дальше это общее пространство и самая главная фишка этой комнаты заключается в том как я развернул кухонный гарнитур я его поставил ближе к окну и сделал буквой п таким образом мы получили остров ну или полуостров то есть это вот эта вот часть и сейчас наш сценарий выглядит следующим образом когда мы идем из прихожей мы в холодильник вот сюда доносим продукты выкладываем в холодильник когда мы начинаем готовить мы из холодильника достаем продукты в раковину моем далее мы их переносим вот на эту зону и здесь начинаем какую-то нарезку нарезали приготовили к жарке варки и переместили на варочную поверхность которая здесь состоит из двух комфорок этого вполне достаточно для семьи из двух и даже из трех человек ну знаете просто ради того чтобы не занимать полезную площадь рабочей поверхности есть такие комфорки которые вот всего две штуки то есть это половина стандартной варочной поверхности далее это кухонная поверхность очень хорошо освещена потому что она прямо перед окном стоять за такой кухне гораздо приятнее потому что в этом варианте когда кухня вдоль стены мы стоим лицом в стену и спиной к домочадцам и гостям а в этой кухне мы стоим лицом к домочадцам или лицом в окно согласитесь это совершенно другие ощущения и вот здесь вот на секундочку буквально может быть поставьте на паузу это видео и представьте что если вы на этой кухне которая вдоль стены готовить и один день там неделю то в принципе ничего страшного а если год а если три года и вот на протяжении вот эти три пять лет вы все время в стену смотрите ваша кухня зона приготовления все время в тени но согласитесь как то так себе настроение да и вот это же все каким то образом у вас накапливается внутри а здесь все открыто все светло и вот на длительном времени это совершенно другие ощущения и ведь это все к нам в мозг поступаете понимаете поэтому это совершенно другой сценарий проживания он более позитивный чем предыдущий поэтому здесь именно такое решение что нужно сделать для того чтобы так кухню развернуть но во первых нужно воду подвести она пойдет вдоль стены ничего страшного не случится вода подается и под наклоном уходит в стояк и здесь никаких технических проблем нет а и перенос батареи вот этот вот вопрос более я бы сказал острый но здесь батарею мы либо переносим на соседнюю стену вот про стенок есть да либо мы делаем кухню таким образом что в нашей столестнице получаются сверху отверстия которые будут пропускать этот теплый воздух вот но это технический вопрос который в принципе легко решается далее рядом с кухней обратите внимание есть система стеллажей и сиденья да то есть вот эта часть может выглядеть например вот таким образом то есть вот вот так вот то есть у нас есть справа некий стеллаж в котором книги а это был один из запросов и слева есть стеллаж в котором тоже могут стоять книги а посередине это лавка на которой мы сидим и сидим за столом стол круглый рядом еще два стульчика сидят то есть два человека домочадцев совершенно спокойно могут сесть либо на лавочку либо один на лавочку другой на стул и еще при этом ждать гостей и принимать гостей они придут там два три человека и все с комфортом разместятся вокруг этого стола который находится в таком уютном закуточки знаете вот где вот лавка сверху можно картину какую-то повесить и таким образом образовать вот здесь такую так называемую фокусную точку то есть точку красоты это обязательно нужно делать в квартире вот эти так называемые фокусные точки к слову сказать у нас здесь их еще 2 2 находится вот здесь над этим комодом который должен здесь обязательно появиться во первых хранение вещей во вторых красота над этим комода может быть зеркало может быть картина может быть какая-то композиция из какого-то декора объемного декора сюда можно ставить цветы на этот комод можно поставить торшеры которые будут задавать давать дополнительный свет и он будет такой более декоративный и домашний потому что здесь экономя деньги в этой квартире мы можем не переносить источники света которых 21 здесь 2 здесь два источника свет мы можем их оставить как есть но чтобы задать настроение чтобы добавить вот домашнего уюта нужно обязательно поработать со светом и эта работа со светом заключается в том что здесь у нас есть торшер около кресла кресло диван вот у них есть вот этот вот так называемый торшер который дает вот этот вот теплый домашний уютный свет там где комод у нас может быть вот эти два небольших торшера светильника стоять на комоде и давать теплый уютный свет среднего уровня и обязательно подсветка над всей кухонной рабочей поверхностью чтобы просто нормально осветить рабочую поверхность это могут быть просто лампочки это может быть светодиодная линия и с этими светильниками у нас слава богу пока нет никаких проблем можно их совершенно спокойно приобретать а поэтому вопрос со светом здесь тоже решен ну и возвращаясь к фокусным точкам то есть вот одна из них это над лавкой рядом со столом 2 это над комодом где у нас вот эта красота вообще вся вот эта композиция будет и 3 над диваном здесь можно повесить либо большую картину либо такой сборник фотографий такая стена с какими-то вот членами семьи там ну или еще что-то все что угодно здесь можно сделать даже нашлось место деревьям знаете то есть зелень сейчас вот нынешних условиях мне кажется да и всегда в принципе это всегда хорошо когда в интерьере есть зелень здесь место под нее есть и обратите внимание что диван не угловой не вот этот вот огромный а достаточно легкие стоит на ножках ну например как вот здесь вот показано он может быть вот таким может быть другим по цвету другим по дизайну но смысл в том что он смотрится достаточно легко в пространстве и не загромождает вот эту всю историю и так вот с такой планировкой просто переставив мебель меняется совершенно сценарий жизни тех людей которые будут здесь проживать и это главное я считаю то есть нужно менять сценарий к лучшему у нас остается ванная комната из которой я убрал стиральную машину а значит у нас осталось раковина унитаз и ванна и теперь у нас нету никаких вот этих дурацких некрасивых вещей а есть одна красота и мы можем сделать из этой комнаты такую комнату релакс это очень хорошо далее комната для мамы вот она здесь здесь два шкафа между ними стол рабочий который необходим для домашней работы есть кровать и есть ширма которая не позволяет просматривать всю комнату если дверь открыта из коридора вторая комната это комната дочери здесь есть большой шкаф под вещи есть стеллаж есть стол для работы на компьютере там порисовать можно какие-то уроки поделать что чем-то позаниматься и есть кровать такая знаете видит ах ты то есть это значит что с одного края нет подлокотника то есть можно подсаживаться с двух сторон можно подсаживаться к столу можно гостей приглашать с освещением тоже здесь есть дополнительный торшер который напольный его можно таскать а вообще он стоит около дивана там можно лежать читать и получать вот такой вот уютный домашний интересный свет друзья вот такая вот планировка у меня получилось в общем то без какой-либо перепланировки это просто расстановка мебели но согласитесь что мебель расставить не так-то просто то есть ну это не просто кубики сложить в коробке и когда это вам надоест вы заново их как-то там перемешаете и поставите по-новому нет расстановка мебели это сценарий жизни и от того как расставлена и от того как продуман этот сценарий будет зависеть ваша дальнейшая комфортная или не очень жизнь поэтому друзья напишите в комментариях согласны не согласны что вы думаете по этому поводу можете какие-то вопросы задавать я буду стараться на все отвечать ну а на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео да пребудет с вами муза всем пока